Всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами глянем, какие игры в этом месяце добавятся в подписку Xbox Game Pass. Если что, это по сути аналог рубрики Чё по голоду, только здесь мы будем обозревать игры, которые будут добавляться в подписку Xbox Game Pass. Будем как всегда обозревать и оценивать игры, которые будут доступны в текущем месяце. Кстати, на ролике последнего лайфхака мы собрали 1900 лайков, хотя надо было всего лишь 700. Я офигел от этого, и я вас явно недоценил. В этот раз под этим видео давайте наберем 2000 лайков. Пусть это будет некий вызов для вас, и посмотрим, соберем мы или нет. И да, если вы успели заметить, то чем больше лайков, чем больше подписчиков, тем чаще выходит видео, и тем чаще происходят розыгрыши. К примеру, в этот раз среди своих подписчиков я разыграю один код Xbox Game Pass на один месяц. Условия очень простые. Просто лайк под этим видео, оставьте любой комментарий, и напишите о проделанной работе у нас в группе ВКонтакте под определенным постом. Подробности будут в описании. В общем, с вас лайки, а с меня вот такие вот мини-подарочки. И давайте все-таки по рубрике. Че там по пасу? А по пасу в декабре нас ожидает 6 новых игр. 5 декабря стали доступны игры «Мой друг Педро» и «Наруто Тубаруто» и «Шиноби Страйкер». 6 декабря «Демонт Стилт» и «Вандерсонг». А 12 декабря станут доступны «Пес 20», «Оверкуки 2», «Пезлоджик 2» и «За дивизия» первая часть. И давайте по порядку. «Мой друг Педро» — это забавная 2D игра, которая в 2019 году вышла на ПК и на Switch, но как видите, вышла еще и на Xbox One и сразу же в подписку Xbox Game Pass. Субтитры в игре приведены на русский язык, и сама видеоигра представляет собой мега крутой экшен, в котором вы можете замедлять время и изящно по красоте расправляться с врагами. На самом деле, Макс Пейн и Джон Уик может покурить в сторонке. Ну сами можете заметить, танцы с пистолетами тут просто шикарны. Лично я ждал эту игру, пока не прошел до конца, но она мне очень понравилась из-за своей механики. Играть весело, прикольно и особый кайф получаешь именно от всех этих клевых прыжков, которые могут сопровождаться выстрелами и взаимодействием с разными предметами. Помимо простого устранения врагов, вас ждут и головоломки, которые потребуют от вас чуточки смекалки. Насколько я знаю, игра небольшая, проходится быстро и, как по мне, она действительно прикольная, дабы разгрузиться и отдохнуть от высококачественных проектов. На Метакритике игра оценена очень неплохо и набрала целых 8 баллов. Короче, у кого есть подписочка, стоит поиграть. Наруто Тубаруто Шиноби Страйкер. Ох, а эту игру я даже покупал в свое время за 4 500, когда на Pestation она стоила ровно 4. Да, может быть я идиот, но я очень хотел в нее поиграть. Игра в жанре моба с боями 4х4 во вселенной Наруто. Игра с русскими субтитрами, но с маленькой русской аудиторией. В игре вам предстоит создать своего ниндзю и обучить его всяким джутсу, подходящим под ваш стиль боя. В игре есть помимо битв 4х4, обычные одиночные миссии, которые вы можете пройти один или же со своими друзьями. Какого-то глубокого сюжета игра не имеет и все миссии очень однотипные. Победи, защити и что-нибудь принеси. Самая главная фишка в этой игре является создание своего ниндзя под те техники, которые вам нужны. В игре вообще существует 4 класса. Атака, дальник, лекарь и защита. Каждый из них выполняет определенные функции, которые очень сильно пригодятся в бою. Так как это моба, в игру не рекомендуется играть одному, поскольку тут нужны грамотные командные действия. В мультиплеере есть такие режимы, как захват флага, захват опорных точек и битва 4х4. К сожалению, полгода назад в эту игру просто невозможно было играть из-за бесконечного поиска и из-за очень маленькой российской аудитории. Реально было очень сложно найти кого-нибудь из русских и скооперироваться. Но благодаря тому, что игра все-таки вошла в список Xbox Game Pass, думаю, что ситуация немножко поменяется. Также минус данной игры в том, что у нее не очень хороший коннект, из-за которого в большей степени ты будешь получать люлей. На Метакритике заслужила оценку 6.6 и на мой взгляд это заслужено, так как в игре клевая идея, но очень плохая реализация. Тем, кто знает, кто такой Наруто и знает вселенную, игра зайдет, даже и советую, в условии, если у вас есть все-таки товарищи. Но тем, кто не шарит, лучше даже не пробуйте, ибо нифига не поймете, и не получите тот в кайф, который получают фанаты. Demon's Tilt. Если коротко, то это пинбол. Что-то рассказывать о этой игре я даже не знаю что и не вижу смысла, можете понять все в принципе из видеоряда. Честно, я не особо понимаю такой жанр игр, и в своей жизни я ни разу не встречал человека, который целенаправленно покупает такие игры. Я даже не встречал таких людей в сети. Если вы один из таких, то напишите об этом в комментариях. А так, если хочется поиграть в пинбол, то почему бы и нет, эта игра сойдет. Wandersong это довольно интересный инди-проект, в котором вам предстоит спасать мир при помощи музыки. К сожалению, игра не переведена на русский язык, но в ней и так все понятно. Главный персонаж имеет базу звуков, которыми вы и должны пользоваться в определенные моменты. К примеру, запоминать очередность нот. Если что, каких-то музыкальных навыков иметь не обязательно. Если что, можно ориентироваться по цвету или по расположению. То есть, не бойтесь. Либо же при помощи звуков управлять какими предметами. Игра довольно ламповая, позволяет расслабиться и дарить довольно прикольные ощущения от оригинальной идеи. При помощи песен вы не только будете справляться с врагами, но еще и проходить несложные головоломки. Тем, кому нравятся 2D игры, ламповая обстановка, а также оригинальные идеи не похожие на остальные, игра стоит того, чтобы в нее попробовать поиграть. Кстати, на метакритике данная игра оценена хорошо как и критиками, так и пользователями. И 12 декабря нам будут доступны следующие игры. Pro Evolution Soccer 20. Это, конечно, клевый подгон тем, кто любит футбол. Рассказывать тоже особо нечего. Отличный футбольный симулятор. И в этом году даже в каких-то моментах лучший FIFA. Имеет русский язык, а также российскую премьер лигу. Имеет множество режимов, карьера, простые матчи, турниры, режим тренера, режим за одного игрока. Но в большинстве случаев для простых пользователей игра предназначена для того, чтобы поиграть в хорошей обстановке со своими друзьями под какие-нибудь снэки и пивко. По сравнению с FIFA и PS больше тактически, более затянуты по своей механике. И в нем в последнее время делают более похожих игроков лицензированных команд. Лично я в данный момент, к сожалению, к футболу охладел. С 2012 по 2016 год я играл только в FIFA. Но в этом году я, видимо, поиграю в Pro Evolution Soccer. Просто, ну все-таки надо будет брать рематч в друганах, с которым мы играли в FIFA на жопу. Если что, мы об этом даже видос снимали. Вот здесь вот можно глянуть. В общем, PS20 в подписке Xbox Game Pass это отличная новость для тех, кто любит футбол. Овер Куки 2 От первой части, которая раздавалась в свое время по голду, я был просто без ума. Поскольку эта игра действительно интересна и стоит того, чтобы обратить на нее внимание. В игре вам предстоит почувствовать, каково быть поваром. Придется делать бургеры, супы, салаты и прочие блюда. Во второй части, по сути, то же самое, что и в первой. Только будут новые ингредиенты и новые сложные ситуации, в которых вам предстоит кормить своих клиентов. Игра очень веселая и все-таки лучше всего в нее играть именно с компанией, ибо она поддерживает кооператив на 4-х человек. Лично я обожаю играть в эту игру со своей девушкой и по первой части в этой игре мы даже снимали летсплей. Если хотите, тоже можете глянуть. Игра по механике хоть и однообразна, но цепляет именно своими разнообразными ситуациями. Которые, кстати, будут только усложнять приготовку тех или иных блюд. В общем, игру я действительно рекомендую, она подарит много клевых эмоций, а также очень-очень рекомендую играть все-таки в нее вчетвером. Но даже при таком исходе не думайте, что поваром быть так легко. Pazelogic 2. Можете прям втащить мне за мой английский, я не обижусь. Эта игрушка на самом деле уже посерьезнее и является первым эпизодом переиздания отечественной игры Morutopia, которая подразумевает собой реальное выживание. В игре предстоит действительно выживать, ведь ваш персонаж будет нуждаться в еде, во сне и в питье. Но самая главная опасность это чума, которой без проблем может подходить ваш персонаж. Несмотря на то, что главный герой является медиком, легче вам не станет. В игре по-настоящему пугающий мир, которого хочется остерегаться и который действительно в каком-то роде вселяет страх и тревогу. Сюжет в этой игре непростой, и чтобы его понять, нужно провести в ней достаточное количество времени. Но сможете ли вы добраться до того момента, пока поймете, что происходит, это уже большой вопрос. Ибо эта игра действительно выживалка, в которой каждый ваш шаг будет влиять на сюжет, и который может привести вас к неблагоприятному исходу главного героя. Самой главной проблемой для этой игры, ну пока что только для ПК, является ее оптимизация. В игре присутствуют баги, лаги, то есть конкретные недоработки. Данная игра на Xbox One выходит 12 декабря, и думаю, что оптимизация там не будет лучше, чем на ПК. Поэтому готовьтесь. Насчет локализации данной игры тоже подсказать не могу, но надеюсь, что добавят хотя бы субтитры. Критиками эта игра оценена была невысоко, но пользователям она понравилась. Игра на любителей, и считаю, чтобы раскусить ее сок, придется поиграть больше, чем 3 часа. Лично я не любитель такого, поэтому для меня эта игра идет мимо. И последней игрой, которая будет доступна по подписке в этом месяце, становится Дивизия. Да, если что, она уже была в подписке, и убирали, и вот сейчас ее заново вернули. Но тем, кто не успел познакомиться с игрой, я немножко о ней расскажу. Игра представляет собой шутер от третьего лица с элементами RPG, где вы должны прокачивать своего спецагента для спасения Нью-Йорка. В игре есть сюжетная кампания, PvP-режимы, выживание, а также темная зона, в которой вы можете добыть очень ценный лут. Но лично я вам даже не рекомендую заходить в PvP-режимы, поскольку игра вышла в далеком 2016 году, и в большинстве случаев в нее играют уже старички. И кроме боли и страданий, вы вряд ли там что-то получите. Что касаемо PvE-режимов, то многие из них, к сожалению, доступны лишь по сезонному пропуску. Поэтому базовому пользователю остается лишь пройти сюжетную кампанию. Тематика спецагентов реально цепляет, и если по своему жанру игра более-менее заходит, то со временем в нее играть становится все интереснее. Но опять же, не рекомендую играть в эту игру одному, ибо она покажется вам крайне неинтересной. И если что, данная игра без сети не работает, к сожалению, даже если вы будете в нее играть один. Несмотря на такую довольно классную раздачу, нам приходится с чем-то прощаться. И в этот раз, в этом месяце мы будем прощаться с этими играми. Ладно, хорош, я думаю, вы поняли с какими играми. В общем, это были все игры, которые будут доступны в этом месяце. В большинстве своем игры действительно клевые, и самое главное то, что они разных жанров. Поэтому я думаю, что каждый в этом месяце найдет во что поиграть. А лично мне в этом месяце понравились такие игры, как мой друг Педро, Фиос и Оверкуки 2. Потому что в эти игры я хотел поиграть. И благодаря тому, что у меня уже есть подписка Xbox Game Pass Ultimate, там до 2021 года, по-моему, я смогу это сделать. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте о розыгрыше. И пишите свое мнение в комментариях, как вам раздача по Xbox Game Pass в этом месяце, и как вам такая рубрика. Большое спасибо вам за просмотр, и до новых встреч!